Поехали. Сейчас пытаюсь вспомнить, какой у меня первый слайд. Окей, да, хорошо. Значит, ну, в общем-то, всегда достаточно тяжело выдумывать, на какую тему ты наконец-то хочешь поговорить в этот раз. И, в общем, решил собрать какой-то там ряд мыслей по мобайлу в 2016 году, что происходит, что мы видим и прочее, прочее, прочее. И это не будет просто там выжим какого-то ежегодного доклада Бена Эванса. Часто этим грешат. Это тем более не будет набор скиншотов из ежегодного отчета в Фларе, чем многие спикеры при мне грешили. Это какой-то позор, мы так делать не будем. На самом деле, несмотря на то, что AWS компания, в принципе, не маленькая, и мы вот вчера наняли 20-го мобильного разработчика, андроид-заработчика, в принципе, в масштабах индустрии мы, честно говоря, очень маленькие и незаметные. Мы не занимаемся нейронными сетями, как по завету предыдущего спикера. Мы не инвестируем в VR, мы не сажаем две самостоятельные команды писать чат-ботов. У нас всего этого нет. Мы все-таки больше про бизнес, больше про деньги здесь и сейчас. Поэтому в целом у нас все те же проблемы и боли, которые испытывает большинство из вас, инди-заработчики и все остальное. Поэтому попробуем спуститься на уровень ниже и на приземленном уровне поговорить о том, какие вообще есть проблемы у нас сейчас в 2017 году с мобайлом, что сейчас с этим можно делать и куда двигаться. И первое, о чем, наверное, хочется поговорить, о том, что мы являемся официальным спонсором лучшей, на мой взгляд, и не только на мой, киберспортивной команды в мире на то с Винстера. И, соответственно, человеку, который задаст… Во-первых, там розыгрыш, вам должны были билетики давать. Ну, человеку, который задаст лучший вопрос, мы подарим памятный набор с символикой нас и Na'Vi. Так что думайте насчет хороших вопросов, получите классный памятный подарок. Да, ну, соответственно, такой флаг украинский получился почти. Соответственно, поехали дальше. Значит, проблемы. С какими проблемами мы в Авиасейл сталкиваемся в 2017 году? Первая и самая большая проблема и боль, которую мы испытываем, связана с магазинами приложений. Apple и Google, надо отдать им должное, проделали космическую работу. На текущий момент, за последние 10 лет. И они дали нам всем, ну, не всем, но большинству из нас работу, смысл существования и вот это вот все. И за это им, конечно, большой низкий поклон. Не только они, там много кто участвовал в этом процессе, разумеется. Но мы начали замечать, что вся эта экосистема, которую они создали… Наверное, в первую очередь, весь мой хейт будет направлен в сторону Apple, конечно. Google в этом смысле, скажем так, получше себя чувствует. Вот. В 2017 году вся эта экосистема, особенно связанная с AppStory, она начала, честно говоря, работать уже не очень хорошо. И мы это очень остро чувствуем. В чем же это проявляется? Тут надо голову повернуть. Так решил наш дизайнер. На самом деле все просто. Дело в том, что в мобайл пришли, наконец-то дошли своими ножками определенная категория людей. Их можно называть веб-мастера, можно называть манимейкеры, я не знаю, можно назвать как угодно. В общем, это люди, которые в свое время заполонили веб и научились зарабатывать на нем. Они, в общем-то, рано или поздно должны были дойти до мобайла, они это сделали. Соответственно, ну, вы понимаете, такие манимейкеры, это люди, которые, в общем-то, делают деньги из чего-нибудь, как-нибудь, неважно, какими способами, лишь бы эти деньги были. Вот. Они пришли и, в общем-то, заполонили во многом сторы своим низкокачественным контентом. Это привело к падению среднего качества мобильных приложений. Несмотря на то, что есть какой-то контроль, где-то автоматический контроль, где-то полуавтоматический контроль за качеством приложения, это не помогает явно. Качество приложений снизилось, конкуренция, соответственно, увеличилась. Появилось большое количество приложений-клонов, которые спамят ключи, отнимая органику хороших приложений. Мы к этому сами, я знаю, да, что мы к этому сами приложили, ну, прямо скажем, свою руку, очень не кисло. Но мне за это даже, честно говоря, немножко стыдно. Но, тем не менее, не только мы в этом всем виновны. Ну и, конечно, чернуха, которая процветает в сторах. Я думаю, что все, в принципе, с этим сталкивались. Я думаю, что большинство из вас, ну, не большинство, но многие пробовали. Я говорю про покупные отзывы, про мотив на ключи, про мотив и все прочее. Все сейчас очень богато цветет, особенно на просторах бывшего СССР. Потому что, в принципе, в Штатах мотив на ключи, прямо скажем, штука не такая распространенная. И банится она гораздо более ярая и быстрая, чем в России. На Россию, по большому счету, всем наплевать. Ну и качество контента, чтобы понять, что произошло с контентом, достаточно просто открыть платный топ App Store в России и посмотреть, какой там происходит трэш. Это сейчас вы хорошо еще почистили. Наконец-то исчезли приложения, экономящие вам батарейку. Вот это вот, самый сок исчез, осталось только вот такой трэшачок про Инстаграм, кто смотрел мою страницу ВКонтакте, вот это вот все. Да, на самом деле, в частности, App Store, он с этим как-то борется. Но вся эта борьба похожа на установку какого-то очередного набора костылей. Ну и два последних костыля, с которыми лично мы столкнулись. Первое связанное… Опять же, многие слышали про то, что Apple типа на два часа запретил обновлять What's New и описание приложения, потом спешно это откатил. Но на самом деле, если посмотреть историю подобного рода ошибок Apple, вряд ли это было ошибкой. В смысле, вряд ли это было каким-то экспериментом, который они просто решили откатить. Скорее всего, рано или поздно нас это ждет. Это достаточно странно, когда 2017 год, машин лернинг, автоматизация, они еще больше нагружают ревьюеров какой-то совершенно тупой работой, которую ревьюеры вообще не могут выполнять нормально. И вторая часть, связанная с e-commerce, это, наверное, с этим мало кто столкнулся еще. Но Apple на неофициальном уровне, в обход собственных же правил, начинает запрещать потихонечку публикацию в e-commerce приложении от имени физических лиц. Это, ну, по нам, конечно, это не бьет, что там, как бы, у нас в этом смысле все в порядке. Но, например, там по нашим партнерам, которые делают приложение на базе нашего SDK, они, в общем-то, это чувствуют. Разумеется, как мы все знаем, любое правило, законопла, он, насколько строгим он не был, он прям как все, как в России. Apple — маленькая Россия. Строгость любого закона компенсируется необязательностью его выполнения. С той лишь разницей, что… Да, впрочем, национально без разницы. Какой-нибудь опыт условного Dash показывает, что, в принципе, даже как в России, закрыть тебя могут… Ну, в случае с Apple, слава богу, не в прямом смысле. Закрыть тебя могут по большому счету без повода. Да, что случилось с программой Dash, которую закрыли за то, что… Господи, там была какая-то запутанная история. В общем, там был аккаунт разработчика, от которого был опубликован Dash. Это инструмент для разработчиков, это фактически оффлайн документация плоская. И его удалили из App Store за то, что некое приложение, висящее на другом аккаунте, зарегистрированное с использованием той же кредитной карточки, якобы покупал отзывы для своего приложения в App Store в США. В общем, совершенно какая-то дикая, тупая история. Но вот я говорю, закрыть без повода это они умеют. Вот. Это все похоже, на самом деле, на набор костылей. И вряд ли все эти проблемы, которые накопились в App Store, нужно решать таким же образом. Была попытка решить проблему с помощью введения CRCHS. Но я не знаю, вряд ли кто-то из вас… Ну, мы активно его используем с первого дня. Я еще, ну, не из первых рук, но из вторых точно слышал, что еще в 2016 году должны были раскатить что-то там на мир. Но, справедливости ради, эта штука до сих пор в США работает плохо. С кем мы не разговаривали, там, с теми, кто занимается играми, с теми, кто делает бизнес-эпс, большие, маленькие, американцы, ребята из России. Никто не понимает, как это работает. Никто не понимает, как вообще, как вообще, как эту штуку управлять. Ну, имеется в виду, ты можешь поставить, у тебя хорошее приложение, там, нормально у тебя все сосо, высокие рейтинги. Ты ставишь CPA 15 баксов в США и получаешь ноль трафика. И эти истории, в принципе, они, ну, везде фигурируют. Поэтому с помощью Search Ads решить проблему явно не получилось. Хотя вчера они прислали свое, не знаю, может быть, ну, я думаю, что многим кому прислали, свою типа форму заполните, помогите нам сделать наш сервис лучше. Там простыня из 25 страниц с разными очень умными вопросами. Ну, в общем, что-то там ребята делают, но, честно говоря, то, что они задумывали, явно сделать не получилось. Если вот посмотреть на эту картинку, еще раз перернуть голову и посмотреть на эту картинку. На самом деле, первые три пункта — это вообще не проблема. Ну, в смысле, веб тоже заполонен всякими дырвеями, всяким трэшем. Ну, просто эти приложения, все, которые, все это, низкое качество, клоны, там, бла-бла-бла, манимейкеры, они просто, по идее, не должны получать трав. И тогда проблема будет решена полностью. Но в чем, на самом деле, основная проблема сейчас именно с трафиком в App Store, которого наблюдаем мы? Вы помните вот эту фразу, 65% всех установок приходят из поиска. Это то, в общем, с этим лозунгом выходил на рынок серчетс. Мы долго над этим думали. Мы в Aviasales, в принципе, мы не сидим сложа руки, мы проводим очень много экспериментов с других аккаунтов, там, еще что-то там. Ну, в общем, делаем большое количество разных историй. На самом деле, после всех этих экспериментов, которые длились в последний год, для нас стало очевидно, что на самом деле 65% поиска, примерно 50% — это брендовые запросы. И по ним вы, как ноунейм-проект, никакой-нибудь инди-разработчик, вы никогда трафик-то не получите. Это Aviasales, это Airbnb, это Prisma, это вот здесь вот оно все сидит. Вы можете, конечно, с помощью мотива выйти на второе место по этому запросу, но вы, конечно, получите гораздо больше impressions. Но конверсия установки, скорее всего, у вас будет очень низкая. Вряд ли вы кого-то заинтересуете. 10% — это топовые ключи. Например, авиабилеты. Что это такое? Это 10% трафика, не больше. И 5% — это низкие и супернизкочастотники. Например, ну, понятно, низкочастотники — это ясно, что супернизкочастотники, ну, представьте, что вы опубликовали приложение всего с тремя ключами. Дешевые авиабилеты сейчас. И вы по-любому из этих ключей будете где-то очень далеко, и трафика вы никогда не увидите. Вы даже в топ-30 не попадете, скорее всего, по этим ключам. Но, тем не менее, скачивание у вас есть, потому что есть вот этот вот человек один, который зачем-то в строку поиска ввел. Дешевые авиабилеты сейчас. Это как раз вот эти вот перечни супернизкочастотников, которые в любом случае так или иначе вам, скорее всего, перепадут. То есть по большому счету все эти вот манимейкеры, весь трэш, который происходит с мотивом на ключи и все это, это все борьба за вот эти вот 15% трафа. Рынок, честно говоря, перегрет. Поэтому, в общем-то, в этом заключается. Мы поняли, что с тором надо срочно что-то делать. И она с вами нужна… А, вот, да, в принципе, откуда я вообще все знаю? Ну, на самом деле, по запросу ChipFly, к примеру, в США, не считая вот этого Search Ads, забудем про него, на первом месте висит наш партнер, который называется… Ну, вот, в общем, вы видите, это Андрей Данилейко. Молодец. Вот. Поэтому у нас большое количество источников информации, в том числе от них мы узнаем. И мы знаем, сколько там по этому приложению трафика. У нас есть представление, сколько, соответственно, ты можешь получить скачиваний, если выглядишь на первое место по ChipFly в США. Ну, и не только в США, у нас, в общем, больше 800 приложений в App Store, на самом деле, которые используют JockAviaSales. И про большинство из них мы знаем очень многое. Вот. Поэтому у нас есть. Ну, смотрите, то, что я говорю, это не просто там наши какие-то гипотезы. Это, в принципе, более-менее проверенная информация. Вот. Соответственно, грусть в том, что в 2016 году явно ничего не изменится, но в App Store явно назрела какая-то необходимость какой-то, ну, не знаю, не революции, но какой-то реформы. Потому что такими темпами, которыми сейчас происходят, в общем-то, мы скатимся в полное дно, индия разработка помрет. А нам сейчас с вами всем нужно делать выбор, продолжаем ли мы гнуть свою линию, либо мы стоим на скользкую и опасную дорожку серо-черного продвижения через мотив на ключи, через отзывы и прочее, прочее, прочее. Вот. Это первое. Всего будет пунктов пять, если я правильно помню. Второй пункт. Это кросс-платформа. Я представляю, что аудитория здесь не техническая, но давайте, кто вообще топит за кросс-платформу? Подняйте руку. Кросс-платформу в разработке бизнес-приложений. Ну так, мало. Хорошо, это хорошо. На самом деле это хорошо. Я не разработчик, и мне вообще должно быть пофиг, но я всегда был за нативную разработку. Потому что, ну, прямо здесь и сейчас, наверное, сложно обеспечить тот же самый высокий уровень UX, используя различные фреймворки и прочее. Но как-то так вышло, что я, в общем, начал изучать эту тему кросс-платформы и то, что она представляет из себя прямо сейчас. Мои знания, на самом деле, ну, до того, как я на эту тему погрузился, они вот были вот здесь. Что кросс-платформа – это Титаниум, это Косомарин, это Кордова, это, прости господи, фоунгэп. И вот это вот все, что на самом деле трогать даже, честно говоря, не хочется. А если потрогал, нужно руки помыть. Но это, на самом деле, 2012, ну, может, там, 2013 год. За это время произошли серьезные изменения в кросс-платформной разработке, которые, ну, лично я, так скажем, слегка профукал. Ну, и, в общем-то, не только я, все наши разработчики, которые были увлечены нативной разработкой. А что дальше произошло на самом деле? Ну, то есть тут понятно, вот это вот как бы, это имеет свой рынок, это попробовать что-нибудь там, какую-нибудь идею реализовать, это разработка на заказ где-то иногда. Что еще это? Ну, в общем, да, это сделать дешево, сделать быстро дешево. Это тоже, наверное, вот сюда вот, в принципе, годный инструмент именно для этого. Потом, чуть позже, на этот рынок кросс-платформ пришли большие компании. Например, пришел в Facebook со своим React Native, и поначалу все, конечно, было грустно. Да, это там JS, хотя JS, ну, если вы покажете React Native какому-нибудь там чуваку, который пишет на JavaScript, он, конечно, вряд ли сможет быстро написать что-нибудь на React, потому что это такой весьма извращенный JS. Тем не менее, пришла серьезная компания со своими мотивами, с большими деньгами, которая начала разрешать свое собственно кросс-платформенное решение. Ну, большая часть приложения Facebook сейчас написана React Native. Ну, не половина, но процентов, наверное, 30 Инстаграма написано с использованием React Native. Причем это не только экран настроек. Например, как это называется, раздел Explore или Discover. Ну, там, где фоточки, типа, не знаю, по какому-то там принципу показываются вам. Он тоже написан на самом деле полностью на React. И движение в этом направлении у Инстаграма и Фейсбука, оно очень четко прослеживается. Хотя компании с такими ресурсами, по идее, могут себе позволить что угодно. У них, понятно, есть свои мотивы, это отдельная история. Сейчас на эту же сцену очень активно вышел Airbnb, который буквально две недели назад зарелизовал свою библиотеку для Native Navigation Library, в общем, называется. История, ну, типа, как бы, даже не так сказать. Ну, ладно, не буду вам ломать голову. Ну, короче, они зарелизили свое собственное навигационное решение для React Native, таким образом, очень подсобив сообщество. Ну, и показав, что на самом деле они у себя тоже очень много и активно используют React. Ну, а приложение Airbnb, ну, не то чтобы эталон, но прямо скажем, они в него бухали очень много денег, ресурсов, знаний и все прочее. Оно очень прилично выглядит. Даже большие серьезные решения пришли, в общем-то, на кроссплатформные решения. Вот это вот они, конечно, бы никогда не стали использовать. Но дальше происходит еще более интересная штука. На этот рынок выходит совсем большая компания, владелец платформы. Выходит Google, выходит он со своим Dart, выходит он со своим Flutter. Не важно, что Flutter версии 0.0.20 альфа. Понятно, что это все еще самое начало пути. Дальше там же рядом фуксия, которая, скорее всего… Ну, в общем, это все подготовка, некая такая история, когда Google приходит и говорит, типа, ребята, давайте попробуем, попробуем пописать на кроссплатформе. Почему бы нет? Естественно, Google с такой легкостью открывает, закрывает проекты, что даже представить сложно. Даже в мобайле они открыли, как назывался, Google App Streaming, как так назывался сервис, закрыли его через три месяца. Теперь у нас есть вместо него, ну, условно говоря, вместо него Instant Apps, который тоже, мне кажется, есть вероятно, что он до всех не дойдет. Тем не менее. Тем не менее, Google эту историю потихонечку прощупывает. Я уже молчу про то, что, в принципе, на эту арену выходит более минуты. Не то, что выходит, но готовится выйти. Kotlin Native, Scala Native. Есть Electron, который уже сейчас покорил сердца десктопщиков. И, в принципе, есть, ну, прямо скажем, не нулевая вероятность, что они доберутся до мобайла. В общем, рынок кроссплатформы – это далеко не только вот левый, нижний, правый угол, который… Ну, вот этот вот трэш, угары и то, что, в общем-то, то, о чем происходили все споры еще год-три назад. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. И, ну, я бы прям серьезно обратил на это внимание на вашем месте. Мы ведем некие тесты разработки в этом направлении. И, в принципе, ну, однозначно, даже у качественных бизнес-приложений, которые очень парятся за UX и имеют там ресурсы, в принципе, на что угодно, даже им имеет смысл рассмотреть подобные решения, по крайней мере, в перспективе. Так, это был второй пункт. Третий пункт про мобайл-веб. На самом деле, не только кроссплатформа подбивает клинья под нативную разработку, есть еще штука, которая называется мобайл-веб, и тут тоже Google играет одной из основных ролей. Сегодня вообще его бенефис так слегка. Я прям… Есть кто-нибудь из Google тут? Ну, нету, хорошо, ладно. Жаль, жаль. На самом деле, Google пришел в эту штуку, которая называется PWA, это прогрессив веб-эп, и очень активно ее пушат. Ну, по большому счету, PWA – это мобильный веб, обладающий всеми его плюсами, мобильного веба, но также имеющий некий набор плюсов из приложений. Это там, ну, очень прокаченное кэширование, это там пуш-уведомления, поддержка оффлайна, некие закосы под мобильные приложения, там, связанные с иконками, с пейскерами, неважно. Google активно подбивает клинику под нативную разработку именно еще и со стороны веба, мобильного. Зная, как Google с помощью своих механизмов ранжирования умеет принуждать людей к своей воле, даже самые большие компании, я думаю, что эта штука, она достаточно скоро получится очень серьезное распространение. Мы уже в этом направлении работаем. У нас, думаю, что в ближайшие пару недель будет релиз нашего прогрессив веб-эпа. Там еще есть AMP, это вообще отдельная история. Google вообще хочет, чтобы мы делали PWA с AMP вместе, но это совсем уже тяжело становится, особенно для приложений типа e-commerce, неконтентных проектов. Это тоже, на самом деле, очень интересная штука. И я думаю, что… А, ну да, тут еще были какие-то тезисы. На самом деле, мобильный веб еще круто, еще в том числе, потому что, во-первых, я сказал про проблемы со стором, которые имеются, и они никуда не денутся. Прямо, скажем, поисковое ранжирование в поисковиках, оно работает лучше, чем App Store, и оттуда трафик получает. Не то чтобы проще, но, скажем так, он является более предсказуемым. То есть ты понимаешь, какие там вещи тебе нужно инвестировать, сделать, чтобы получить какой-то выхлоп. Соответственно, вот тут есть набор тезисов про то, почему на самом деле нужно обратить внимание в том, если на веб и, может быть, немножко меньше смотреть на мобильные приложения. Есть, конечно, и обратные тезисы, но вот такие вот. Например, когда на самом деле мы это все с ребятами обсуждали, ну, я со своими внутри, что там 10 приложений используются, 5 из 10 приложений используются только 10 раз, что очень маленький цикл приложений и прочее, прочее, прочее. Есть обратные тезисы, типа, что 90% времени, которое люди используют в телефон, они на самом деле сидят в приложениях. Но вот эту цитату можно вбить в Google, и будет пару статей, разбивающих все в пух и прах, потому что тут не учитываются некоторые браузеры сторонние, тут не учитывается WebView, например, Facebook, в котором люди проводят просто адовое количество времени. Поэтому на самом деле мобильный веб жжет, и я думаю, что в 2017 году ПВА, АМП, это все достаточно неплохо должно зажечь. Опять же, имеет смысл посмотреть в этом направлении. Четвертый пункт. Я просто иду по тем проблемам и вещам, которые мы сейчас занимаемся, и которые, я думаю, что, в принципе, могут быть интересны, в том числе вам. Голосовой интерфейс. Поднимите руку, пожалуйста. Кто общается со своим телефоном? При этом вы не являетесь водителем такси. Водители такси могут опустить руки. Что-то вас много. Столько санитаров, мы не сможем себя вызвать. Ладно. Я думал, что у вас будет странное состояние. Я думал, что про класплатформу будет больше, а про голосовой поиск будет меньше. Тем не менее. Ну, ребят, серьезно. Это дохлая тема. Ну, голосовой поиск, ну, это вообще, в смысле, это вообще куда? На эту тему, на самом деле, мне очень понравилось, что сказал Бен Эванс. Он в начале этого года. У него было две хорошие цитаты. Первое. Ну, вот, в общем-то, я думаю, что я вам не буду переводить. Вы, наверное, все умненькие, знаете английский. В общем, на самом деле, это достаточно странный паттерн общения с телефоном. Есть концепция, называется playsona. Это совокупность места, в котором ты находишься. И там, что у тебя свободно. Свободны у тебя глаза, уши, рот, руки и все проще. Так вот, на самом деле, согласно вот этой концепции, которую, я, честно говоря, не помню, чувака, который ее разработал. В общем, голосовой поиск подходит под очень маленькое количество кейсов. Объективно говоря, ну да, там, когда сидишь в машине, окей. Еще там есть какой-то набор кейсов. Но в жизни использовать голос для управления любым девайсом, эта история достаточно странная. И вот второй твит Бэй Бэна мне даже нравится больше. На самом деле, все забыли. Ну, а многие, может, даже не помнят, потому что были еще маленькими слишком. Но одна из киллер-фич первого айфона была, что вы могли свой voice mail не слушать долго-долго, когда кто-то вам что-то надиктовывает, а прочитать его на экране телефона. Это была одна из киллер-фич. Фактически за 10 лет, что существует айфон, мы стали двигаться в обратном направлении. Почему, на самом деле, голосовой поиск… Ну, в смысле, почему голосовой интерфейс – это, скажем так, конкретно в этом случае не очень. Во-первых, очень серьезная ошибка. Ошибка при вводе информации голосом. На самом деле, процент качества распознавания речи у него не очень высокий. Только что буквально 20 марта была большая статья про то, как даже Google обработает различные американские акценты. Делает он это плохо. Если вы что-то сказали, например, телефону, понятно, что одна из возможностей получить ответ, опять же, является некая речь синтезированная. Это дольше, читать проще. Короче, с этой штукой, которая называется голосовой поиск, проблем просто куча. Несмотря на то, что статистика говорит… Не то чтобы обратная, но, прямо скажем, она не так однозначна. Вот это вопрос людей, типа, например, почему вы использовали голосовой поиск. И когда я вижу, что 38% людей отвечает забавно, в общем, как-то или что проще говорить, чем посмотреть на сайт или еще что-то, ну, в общем, это выглядит достаточно странно. Поэтому лично я убежден, что голосовой поиск – это достаточно штука нишевая, которая вряд ли получит распространение, вряд ли в нее нужно вам прямо сейчас инвестировать деньги. Мы это сделали в 2014 году. И какое количество бронирования мы получили через эту фичу? Я вам скажу. До этого числа умеет считать мой ребенок, которому меньше двух лет. Которому нет, которому два года. Ну, то есть около нуля. Голосовой поиск – это такая игрушка, которая никому не нужна ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 году. Я думаю, что мы сейчас ее где-то уже благодушно выпилим, к чертой бабушке. Конечно, я решать вам, но я просто делюсь своими наблюдениями. Эта история неплохо разошла с точки зрения хайпа, пиара, СМИ, дружбы с Яндексом, потому что мы использовали Яндекс.ПичКит, но не более того. Поэтому в 2017 году, ну, опять же, если даже Бен Эванс говорит, что голосовой поиск так себе, я думаю, что стоит его послушать. И последнее, о чем я хочу поговорить, это еще одна боль, которая у нас есть. Она связана с носимыми устройствами. У меня есть общая Apple Watch. Вот он на руке. Я не знаю, зачем я его ношу. Я не использую приложения. Я не отключаю уведомления, поэтому они постоянно вибрируют и бесят меня. Это, наверное, особая форма мазохизма. Но поскольку, видимо, я работаю в индустрии, мне это нужно делать, мне тяжело от них отказаться. Но история такова. У меня какой-то пошел секундомер. Это нормально? 48, 47. Что назначает? Не хотелось бы. Окей. Но картина, на самом деле, следующая. Статистика, честно говоря, не очень. Это статистика по США. В общем-то из нее видно, что рынок в самом по себе достаточно маленький, а он еще и растет в последнее время медленно. Это первое. Второе. Владельцы платформ, типа Google, например, сами забивают на свои же носимые устройства большого и жирного болта. То, что произошло с Android Wear 2, это, короче, яркая демонстрация. Когда они релизят что-то в мае, первый девайс с этой операционной системой появляется в феврале. Ну, то есть это куда вообще? Многие вендоры отказались вообще от выпуска девайсов с Android Wear 2. Кто-нибудь вообще из вас писал программное обеспечение для Android Wear, например, ну, например, 2? Не в продакшн. Так, это нельзя в продакшн, потому что… Да, да. То есть это вы, поверьте, это отдельно прекрасный мир. Когда ты делаешь что-то, у тебя получается, в принципе, неплохой результат. Ты тестишь, вроде все нормально, и отправляешь в Google какую-нибудь индусу. И он берет те же самые девайсы, то же самое приложение, и в точно таких же условиях у него получается другой результат. И ты не понимаешь, что вообще происходит с этими дурацкими часами. Короче, история тяжелая. Плюс, плюс стоящий. А четвертый пункт я забыл. А, ну и, конечно, на самом деле весь этот застой с Wearables, он еще хорошо демонстрируется тем, что отсутствует какая-то серьезная экосистема. Ну, вы даже аналитику не можете нормально встроить в часы. Ну, честно говоря, это хороший такой серьезный сигнал, что возможно этим заниматься не нужно. Конечно, если у вас трекер сна, либо у вас какая-то очень четкая такая прям кейс под часы, ну, конечно, да, вперед с песней. Но в общем случае, конечно, этим заниматься, инвестировать эти деньги достаточно странно. Единственный случай, почему это нужно делать, все мы знаем, а если тут нет Google и Apple, тем более я вам про это скажу, все мы знаем, что Google, Apple, что, в общем-то, ну, большинство разработчиков пытаются добиться их любви и расположения. Это нормально, потому что любовь и расположение платформы сулят вам много всего хорошего. Вы можете там вступать в какие-то ранние беты, тестить фичи, получать доступ к каким-то вещам, получать, конечно, фичеринги. И частенько, чего уж там греха таить, для того, чтобы получить расположение платформы, нужно реализовывать все эти новые бешеные вещи, которые они нам представляют. Это нормально, это как бы такая, ну, просто это бизнес, как бы, ну, это, короче, такая экономика. Вы тратите свой ресурс, помогаете им продвигать рынок, помогаете продвигать линейки каких-то устройств, например, часов, они вам взамен дарят свою любовь. Наверное, это единственная причина, по которой, возможно, стоит разработать приложение для часов, чтобы получить этот реальный профит, получить какой-нибудь очередной фичеринг, что-то типа этого. В остальном, я бы вообще не стал на это тратить ресурсы. Мы уже потратили, если что, но я бы не стал, если бы не любовь к платформам. Не понимаю, что в 2017 году, скорее всего, ничего интересного в этой области мы не увидим. Мы сидим тихо и ровно, у нас не трекерсена все-таки, у нас дешевые билеты, поэтому, наверное, это не всем наш кейс. Там вообще еще было в теме, сдаялено много всего, но я не нашел, что рассказать вам про чат-ботов, потому что мы их не делаем. Про VR и AR мы ничего не делаем, машин лернинг мы ничего не делаем. Мы слишком для этого маленькие. Ну и поэтому мыслей каких-то умных на эту тему у меня, наверное, нету. Вот, поэтому все. На этом все. Спасибо. Ура! 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 Если есть вопросы… Конечно, есть. Можно их попробовать задать. Я надеюсь, что их не будет, а я попробую на них ответить. Только я задал вопросы и выиграл что-то там от Na'Vi. Только сейчас перед вопросом быстренькое объявление. У нас сейчас стартуют другие залы. У нас стартует Blue Hall, там, где будет воркшоп Апслайера проходить, как работать с системой. И также Green Hall, где презентует Алексей Новиком с компанией Skyeng. Все, а теперь вопросы. Спасибо, Иван. Отличный доклад. Где вы? Я не вижу. Тут люди ходят и, наверное, не видно. Вот. Вопросы два. Они небольшие. Один, собственно, из области, наверное, маркетинга или, как это принято сейчас называть, продвижения приложения. А второй вопрос из сферы разработки, поскольку я являюсь техлидом в своем стартапе. Вопрос по продвижению. Вы сказали, что вот эти все черные сомнительные пути, ключевики, там, на гонскачивание, вот эта сфера черная – это 15, в лучшем случае 15%. Ну, они борются и воюют за эти 15%. Да. Вот. И, ну, понятно, что есть брендовые приложения, которые стали популярными, и люди именно их и ищут или очень связанные с ними вещи ищут. Вот, возможно, вы знаете такой светлый true way, как все-таки тогда стартапу продвигаться вот с этой перспективы, с точки зрения того, чтобы люди находили все-таки нас, вот находили в магазинах и при этом, ну, не злоупотребляя какими-то… Ну, потому что не хочется… Не злоупотребляя, либо исключив. Это разные вещи. Исключив. Исключив, да. Не, ну, можно сделать хорошую заточку, ну, сделать хорошее ОСО, чтобы все-таки вам что-то преподало, потому что ситуация, конечно, такая, ну… Тут еще зависит сильно от тематики. В авиабилетах полный трэш-угар вообще, полный. То есть если ввести авиабилеты, наверное, 7 из 10 приложений будут использовать диджок Авиаселс. И это, конечно, ситуация нездоровая, нам она самим не нравится, но, увы. То есть зависит от тематики. Возможно, что ваша тематика вообще свободна от этого трэша и угара. Если не свободна, ну, делать хорошее ОСО, конечно, чтобы все равно хоть какая-то органика к вам преподала. Но вообще в идеальном мире, конечно, выстраивать юнит-экономику в приложении, чтобы у вас хорошо и быстро окупался платный трафик. Это наиболее надежный способ, я бы сказал. Понятно. И второй вопрос, он тоже быстрый, он уже касается разработки. Ну, насколько я себе представляю, та сфера деятельности, где ваша компания работает, она очень конкурентная. Постоянно, постоянно кто-то пытается догнать, обогнать и так далее. И вот, ну, понятно, вы затронули продвиженческие аспекты, затронули там стеки технологий для разработки, которым надо или не надо, наоборот, присмотреться. Вопрос такой. Тестируете ли вы UX, во-первых, на уровне тепловых карт, куда и где человек нажимает, какой отзыв, как быстро люди находят кнопки. Оптимизируете ли вы этот UX, чтобы работало быстрее, ну, вот ваша команда разработчиков. И последнее, используете ли вы UI-тесты. Вот Espresso, вот последний, да, гугловый, там, довольно неплохой. Вот, хотелось бы, чтобы вы описали. Да, так, первый вопрос по поводу… Первая часть вопросов. Да, первый вопрос по поводу того, вот, тепловая карта. Да, тепловая карта. Конкретно тепловую карту мы не используем. У нас была такая практика, мы использовали, то ли, не помню, Crazy Egg назывался сервер, что типа такого. Ну, в общем, мы просто никаких инсайтов из этого не извлекли. Ну, в смысле, ну, кнопка, люди в нее тыкают. То есть мы не получили каких-то серьезных инсайтов. Вот, поэтому именно конкретно тепловые карты мы в приложениях не используем. Что касается остальной аналитики, ну, разумеется, у нас, в принципе, неплохо. Да, все обвешано с событиями. Конечно, мы смотрим там на воронку и пытаемся что-то оптимизировать. Наверное, мы так достаточно агрессивно подходим. Ну, вот Apple как бы не приходит к нам, типа, и не спрашивает, да, типа, что вы хотите там. Они вот как бы считают, что они эксперты в своей области. Вот мы сделаем так, может, так правильно. Наверное, где-то мы вот их подход копируем, мы где-то говорим, типа, да вообще пофиг, вот так правильно и так будет, типа, все, все привыкнуты и так далее. Знаете, как Дуров верни стену. То есть он убрал стену и все, все пострадали, но ничего страшного. Наверное, вот так вот. Что касается UI-тестов, мы используем достаточно активно юнит-тестирование. Ну, это отдельная большая история. Что касается, типа, UI-тестов, нет, мы их не используем. Их достаточно тяжело, дорого и сложно поддерживать. Мы все-таки по старинке ручками. А UI-тесты, это что, там, Makita, Power Makita, вот эти все вещи, да? Да. Ну, понятно. Все-таки мы больше ручками. Хотя Express у нас ребята пробовали. А ручками, ну, в смысле, приемочное тестирование на разных девайсах. Куча девайсов. Да, понятно. Да, и как бы все руками осматриваешь. На самом деле, ну, просто их дорого поддерживать. Реально непросто. Особенно, когда продукт большой, сложный, куча локализаций. Ну, в общем, там свой геморрой с этим связан. Понятно, спасибо. Спасибо. Еще, еще вопрос. Еще вопрос. Вань, на прошлом Таргет-саммите рассказывал, что… Слева есть вопрос, смотри. Слева, да. То, что, типа, личный кабинет сейчас добавите, и прям будет сильно лучше. Вы же его добавили. Какая у тебя память хорошая? Сильно лучше стало? Такого у нас еще нет. Все, год прошел же. Серьезно? Вот вы узнали, кто не пользуется приложением, Антон. Спасибо огромное. Очень интересное выступление. А вот по поводу чат-ботов можно чуть поподробнее? Почему я правильно услышал, что не используете, не развиваете и так далее? Мы что-то попробовали, но что-то не получилось. А такой тогда вопрос. А живой человек, колл-центр, поддержка у вас есть? Не-не-не, мы мета-поиск, мы билет не придаем. А, нет, у нас же, мы только ищем. То есть у вас вообще нет, все. Не-не, а покупать и даже искать билеты через текст интерфейс, я считаю, что текст интерфейс принят то же самое, что голос. Это, конечно, прикольно в определенных случаях, но в большинстве случаев это полный трэш. Естественно, купить билет с помощью, с помощью там телеграммы, условно говоря, ну это нужно, не знаю, быть насколько упоротым, но серьезно упоротым нужно быть. Да нет, на самом деле, мне кажется, это вполне себе. И как раз-таки, почему спросил про чат-ботов, потому что, на мой взгляд, как раз гораздо логичнее это делать, переписываясь, а не разговаривая, даже будучи в машине. Но проще, честно говоря, смотреть в экран. Кажется. Ну, в смысле, определенно проще. Хорошо, спасибо. Я прям уверен, что проще. Ой, как далеко надо идти. Ладно. Ну, а про Азию что-нибудь расскажешь? Как продвигаться в Азии? Что делать, чтобы было много трафика? У нас зло будет не вопрос, да, я так понимаю? Да. Спасибо. Я надеюсь, это будет лучший вопрос за сегодня. Ваня, привет, спасибо вам. Очень крутой доклад. Спасибо. На прошлом Target Summit ты вот как раз анонсировал, насколько я помню… Как у вас память вся хорошая. Да, да, да. Я буду внимательно следить за тем, что говорю теперь. Вот как раз на прошлом Target Summit ты анонсировал вашу активность с турниром по ДОТу, вот с финансированием… Вряд ли, но не уверен. …команды. Ну, поправьте, если я не прав. Ну, в общем, вопрос такой. Ну, я так понимаю, это была маркетинговая активность, а как-то измеряли вообще, какой профит там… Ну, только сотрудничество с Na'Vi еще идет. Оно еще… Оно у нас еще надолго. Как-то там… Ну, какие-то первые производительные итоги есть, но там еще очень много предстоит сделать. И нам, и им. Поэтому пока рано. Ну, это такая история. Это же не перформанс-маркетинг. Ну, в смысле, это как перевод сериалов примерно. То есть нужно смотреть. Это игра очень долгую. Игра с определенной аудиторией. Ну, то есть это прямо такую экспресс-оценку я не могу дать. В принципе, пока вроде сотрудничество это хорошо. Мы довольны. Они вроде бы тоже… Ну, хотя бы на уровне, типа, работает-не работает, вот как с сериалами. Там же можно было сказать, что вот да, зашло. Нет, с сериалами нельзя сказать было работать-не работать, потому что, ну, это, знаешь, это как типа… Это плеш проесть человеку. Ну, в смысле, вот переведено с помощью авиасвелса, переведено с помощью авиасвелса. Когда у тебя возникнет вопрос, где купить авиабилеты, да куплю я у них. Пойду уже. Вот они просили, пойду. Вот это так же. То есть это как бы… Это бренд оворнос. Это такая игра в долгу. Это капать на мозг человеку. Строить у него в голове ассоциативную связь между нами и авиабилетами. То есть, скорее, такая история. Тут то же самое, просто другая аудитория. Ну, то есть у тебя подход как к ТВ-компаниям, только подешевле, я так понимаю, да? Ну, да, существенно дешевле, конечно. Ладно, спасибо большое. Вроде бы. Могу еще один вопрос задать. Или сам задам какой-нибудь дурацкий. Да ты уже насдавал. Ладно, ну давайте тогда Ваню отпустим. Что, Ваня, иди поешь. Ваня похудел с прошлого торги сами-то очень сильно. Поэтому давайте его отпустим, давайте поаплодируем. Что меня не кормит. А лучше вопрос-то? Лучший вопрос. Лучший вопрос, да. Не тебе, извините. Я найду тебя и убью. Подойти потом на стенд. А, нет. Да, да, да. Все, сейчас, сейчас, сейчас. Да, 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 можно будет. Все, спасибо всем большое. Хорошая конференция. Хорошая конференция, удачи, любви. Почти, путешествия с нами. Спасибо. Спасибо.